В региональном правительстве состоялось заседание Совета по делам инвалидов. В центре внимания индивидуальные программы реабилитации, новшества в законодательстве и проблемы в реализации. Вступили в силу изменения федерального законодательства, которые касаются процедуры или системы по реабилитации инвалидов. Сегодня четкие обязательства закреплены за службой медико-социальной экспертизы о направлении тех рекомендаций, которые формулируются врачами-экспертами во все инстанции, отвечающие за вопросы реабилитации инвалидов. Основные направления реабилитации – медицинская, она самая многочисленная, а также социальная, профессиональная и физкультурно-оздоровительная. Законом впервые введено понятие индивидуальной программы реабилитации, сокращенно ИПР. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами из государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями, зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности. В то же время для инвалида ИПРА имеет реабилитательный характер. Он вправе от АЗАЦИ и от ИПРА в целом, так и от отдельных ее частей. По закону на полномочную организацию, то есть региональное бюро медико-социальной экспертизы, возложена обязанность составить выписки на каждого инвалида, нуждающегося в том или ином виде реабилитации, а затем направить эти выписки в соответствующие учреждения медицинские, социальные и так далее. Но есть проблема с обменом информации. Предусмотрено, что обмен информацией должен осуществляться при помощи СМЭФ. В настоящее время единая СМЭФ на федеральном уровне не создана, и информации по ее созданию учреждение не располагает, а система планируется будет создаваться. В связи с этим учреждением был разработан регламент передачи выписок из ИПРА на бумажном носителе. Передача информации на бумаге, мягко говоря, неудобна, не говоря уж о том, что очень затратна. Стоимость самой бумаги – чернил почтовых расходов. С начала года составлено уже более 5,5 тысяч выписок. В год ожидается не менее 22 тысяч. Это целые горы бумаг. Решение и есть. Специальное программное обеспечение и доступ учреждений к общей базе данных ИПР. К сожалению, этот механизм в настоящее время не может быть реализован по следующим причинам. В настоящее время у нас перестав работать защищенные аналосвязи между учреждением и федеральным бюро. Мы в прошлом году весь 2015 год этот аналосвязь отработал у нас без проблем. В чем причина, мы не знаем. Поскольку это случилось в начале года, мы представляем, что просто учился антракт между федеральным бюро, которое нам настраивало это защищенный аналосвязи и той организации, с которой заключался данный антракт. Самостоятельно Ивановское бюро медико-социальной экспертизы эти технические проблемы решить не может. Остается только ждать действия от федерального руководства организации и справляться с потоком бумаг. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.